Мобирейт Брать реванш Симбирск намеревался без своих лидеров. Марат Сафин и Алексей Цыганцов отправились на предсезонные сборы в клубы ПФЛ. А Николай Деметьев в воротах гаража сменил Денис Андреев. Его очередь. Мобирейт при этом потерь в своем составе избежал. Просыпаемся сразу с первых минут. Десять минут потерпели, сейчас игра успокоит, сейчас будет небольшой сумбур, как обычно. Сразу почувствовали мяч, в одно-два касания передали все партнеры по разу, по двое, и начали свою игру играть. Игращий тренер Мобирейта Андрей Злыдарев словно в воду глядел. Стартовые десять минут матч не напоминал битву лидеров. Комбинационная игра отсутствовала вовсе, а количество ошибок в передачах зашкалило с обеих сторон. Видимо, сказывалось значение матча. Но едва пошла одиннадцатая минута, как индивидуальным мастерством блеснул форвард оранжевых Денис Мерте. Финтами он распутил Станислава Лапшина и неотразимо пробил верхний угол. Мобирейт открыл счет. Мерте пробил, хорошо еще. Из-под игрока вроде его увидел, но не успел себя кинуть. Еще до перерыва Мобирейт удвоил свое преимущество. Это Вячеслав Мысин ассистировал своему тезке Вячеславу Прибылову. И тот без помех еще раз поразил ворота соперника. Два ноль в перерыву. Самое удобное вперед бежать, не забивать и потом там стоять. А там как будет? Три в один бегут. Нам наплевать, мы бежим спокойным шагом. Несмотря на тренерские претензии, Симбирск и во втором тайме не ускорился. Зато соперник поймал кураж. Особенно тандем Мысин-Прибылов. Раз за разом вдвоем они разрывали оборону соперника на части. Один Вячеслав пасовал, другой забивал. В итоге у Прибылова в протоколе значатся три гола. И лидерство в гонке бомбардиров всего чемпионата. Мы давно уже играли вместе. Знаю его, знаю свои качества. Мне приятно с ним играть, потому что он реализовывает. Я отдаю нападающий. Вот сейчас он уже вырвался в лидера. Дай бог, чтобы еще забивал и стал лучшим бомбардировым. Галя-Дурский порыв Прибылова-Мысина на славу поддержал Виктор Злыбарев ударом под штангу, реализовавший комбинацию после розыгрыша углового. Симирск-Оберхов был настолько деморализован, что шестой гол забил себе сам. Это Руслан Тутаев неудачно срезал мяч в собственные ворота. После чего на повестке дня остался только один вопрос. Смогут ли горожане, так же как и три недели назад, забить гол престижа? Сумели. Его автором на последней минуте поединка стал Евгений Садюхин. 6-1. Моббирей делает еще один шаг к чемпионству. Прежде всего, я думаю, не получилось комбинационной игры. Надо было подольше мяч удержать. И, ну, в принципе, у них скорости высокие были. У нас комбинация запасных коротких была. И концентрации не хватило, прежде всего, я думаю, в игре. Удивительными получились результаты остальных матчей 12-го тура. Подумать только, но все четыре поединка завершились с разницей в один мяч в пользу победителей. Вертер был очень близок к тому, чтобы набрать свои первые очки в чемпионате, но в концовке пропустила Динамо со штрафного. Примечательно, что в матче были два удаления по одному с каждой стороны. Вот что значит борьба за выживание. Погода в доме вела с разницей в три мяча, но едва не растеряла свое преимущество и все-таки победила авангард. Симкор во встрече с Кристаллом сопротивлялся до последних секунд, но сил хватило только на гол престижа. И, наконец, главная сенсация тура контакта в драматичном поединке переграл Волгу с Кайманом. Героем поединка стал нападающий Марс Кукубаев, забивший не только в чужие, но и в свои. Одержав 11-ю победу в сезоне, Мобирейд еще больше упрощил свое лидерство. Даже с учетом того, что основные преследователи Симбирской Кайман имеют по игре в запасе, преимущество оранжевых чрезвычайно надежно. Погода хоть и догнала Волгу, но при этом сыграла на одну игру больше. Тем не менее, борьба за место в тройке призеров ожидается весьма непредсказуемой. А вот в стане неудачников, похоже, все стало ясно. И хотя до конца чемпионата еще целая треть, вряд ли спасутся Вертер и Симкор. Одним не хватает мастерства, другим характера. После 12-го тура нападающий Симбирск Андрей Манышев потерял лидерство споря бомбардиров. Важнейшим хет-триком его обошел Вячеслав Прибылов из Мобирейда. Пятерку лучших ворвался Константин Убаськин из погоды. Правда, до конца чемпионата ему играть на матч меньше. Следующий 13-й тур состоится 11 февраля по традиции Фоке Улгу. Центральный матч выделить весьма проблематично. В каждом противостоянии есть фаворит и жертва. Особенно велика пропасть между Вертером и Мобирейтом. Уже сейчас очевидно, что лидер одержит очередную победу. Вся интрига лишь в том, с каким счетом достанется эта 12-я виктория. Субтитры создавал DimaTorzok